Новости 24 продолжает работу телеканала ННТ. Мы по-прежнему дома и рассказываем о последних новостях дистанционно. Глава Дагестана внес поправки в указ о мерах по предотвращению распространения коронавируса. Теперь фактически на всей территории республики вводится режим самоизоляции и выйти из дома просто так уже не получится. О нововведениях и о том, как к ним отнеслись жители столицы, расскажет Хадиша Курбанова. Таких пустых улиц в Махачкала не видела давно. С этого дня по республике введен режим самоизоляции. Это значит, что каждый житель республики сможет выйти из дома только в случае крайней необходимости. Это обращение за экстренной медицинской помощью, следование до работы и обратно, выгул домашних животных, вынос мусора, а также поход в продуктовый магазин ближайший. Мы решили узнать, все ли ознакомились с указом главы республики и все ли ему следуют. Не с сегодняшнего, а с 31-го, по-моему, на телефон пришли. Вот с 1-го апреля, вчера были внесены поправки уже по республике Дагестан, введен режим самоизоляции. То есть надо сидеть дома, выходить только в случае крайней необходимости. Как вы относитесь к этой инициативе? Как вы считаете? Я считаю, что бережу, но Бог бережет. Две недели какой-то внуков ни у кого не было. На работу и домой. То есть все-таки придерживаетесь правил строгих, как надо? Просто у меня в 4 часа дежурство. Ребенок очень-очень сильно скучал, и мне пришлось одолжить ей свои перчатки, свою маску. Так, как по мне, лучше я заболею, чем ребенок. Я приехала с Москвы, оставила работу, приехала сюда, потому что не желаю заболеть. У меня оба дочь. Они работают. Они на работу выходят, а мы дома. Они не приносят, что ли, вирус домой. Среди респондентов оказались и те, кому заболевание кажется и вовсе надуманным. Я, честно говоря, просто статически живу. От других заболеваний больше людей умирало, чем от этого. Мне кажется, просто специально панику делаю, что люди боялись. Не знаю даже. А у вас какое мнение? Оно есть, но жить не огнетает сам народ больше всего, мне кажется. Кроме того, указом главы Республики Дагестан рекомендовано запретить проведение всех массовых мероприятий на территории Республики, а также ограничить себя в поездках за пределы региона в туристических или каких-либо других целях. Все эти ограничения продлятся до улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе. Хадижа Курбанова, Муса Салгирев, телеканал ННТ, Махачкала. Два новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Дагестане, сообщает Роспотребнадзор. По состоянию на 1 апреля в Республике уже 15 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. По данным ведомства, всего за период мониторинга обследованы на новую коронавирусную инфекцию 1397 человек. Первично положительный результат на коронавирус получили более 30 человек. 200 аппаратов искусственной вентиляции легких поступит в Дагестан. Около 60 уже в ближайшее время закупят Минздрав Республики. 8 из них уже поступили в регион. Накануне аппараты были переданы Республиканскому центру инфекционных болезней. Новые поставки ожидаются со дня на день. Всего же на данный момент в учреждениях здравоохранения имеется около 700 единиц жизненно важного оборудования. Также ведется закупка 50 кислородных концентраторов. При заболевании коронавирусом лечение кислородом активно используют при поражении легких. Приобретаются и переносные изоляторы для перевозки инфекционных больных, дезинфекционные, мобильные камеры и многое другое. Мофтий Дагестан обратился ко всем мусульманам Дагестана с просьбой приостановить посещение мечети в связи с распространением пандемии коронавируса до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в республике. Обращение было сделано после консультации с медиками и эпидемиологами, после оглашения новых положений указа главы республики Владимира Васильева. Шейх Ахмад Афанди призвал также прекратить споры и частные дискуссии о том, как надо и не надо было действовать в этой ситуации. И призвал следовать конкретным рекомендациям компетентных и осведомленных специалистов, владеющих наиболее полной информацией в этой сфере. Уважаемые дагестанцы, мы неоднократно записывали различные обращения с просьбой соблюдать все предписания компетентных лиц. Убедительная просьба ко всем с пониманием отнестись к предпринимаемым мерам и строго соблюдать рекомендации специалистов. Также хочу отметить, что все рекомендации данной муфтии в своем обращении ранее соблюдены и приводятся в действие неукоснительно. Главное управление МЧС по Дагестану использует в эти дни специальный автомобиль, оборудованный мобильным комплексом информирования. Он представляет собой светодиодный экран высокого качества, позволяющий работать в любых погодных условиях. Таким образом, по громкоговорящей связи, представители МЧС оповещают граждан о необходимости самоизоляции и соблюдения мер безопасности на период карантина. Но, к сожалению, есть и те, для кого карантин – это возможность заработать. Но пока одни поднимают цены на продукты, другие их издают бесплатно. Благотворительный фонд «Инсан» запустил масштабную акцию. И людям, находящимся в зоне риска в условиях пандемии коронавируса, продукты питания первой необходимости доставляют на дом. Как ведется эта работа и насколько это безопасно, узнавал мой коллега Хамзанур Магомедов. Ему слово. Расфасовка продуктов начинается на складе. Помогают фонду в этом храбрые волонтеры. Несмотря на опасность подхватить в городе вирус, они пришли на помощь нуждающимся. У благотворительного фонда «Инсан» много подопеченных, которые на самом деле не могут себе позволить эти продукты закупиться. И я решил, что от меня будет польза в этом, что поддержать этих людей в такой трудный период – это очень важно. И решил помочь. Чувствую себя хорошо и поэтому буду помогать дальше. Добровольцы приступают к работе, продензифицировав руки, надев защитные перчатки и изолирующие маски. В один продуктовый набор входит 5 килограмм муки, 1 килограмм макаронов, риса, гречки, также 1 литр масла. Помимо этого, каждому нуждающимся дают по одной защитной маске. Вот такой продуктовый набор рассчитан на один месяц. Упакованные коробки доставляют нуждающимся на дом. Обязательно соблюдается дистанция, никаких контактов. Мы постели пожилую женщину. Она отдала народному образованию 51 год. Теперь живет одна и едва сводит концы с концами. Спасибо вам, Кавл Садака. Дай бог здоровья всем, всем. Все, чтобы не заболели. Всему миру. Иногда приезжает меня реабилитационный центр. Вот я должна была. Два-три дня походила, мне соседка водила. Но сейчас из-за карантина я уже не... Уже дома. Недоотличилась, короче. Спасибо вам. Похоже, жизненной ситуации находятся тысячи людей в республике. В первую очередь помощь окажет нуждающимся, которые входят в зону риска. Это пожилые люди в возрасте старше 65 лет. Также в зоне внимания фонда многодетной семьи и матери-одиночки. Если 2 и 3 человека в семье, то это 2 продуктовых набора. Если 4-5 человека, то это 3 продуктовых набора. Если 6-7 человека, то это 4 продуктовых набора. Если 8-9, то это 5 продуктовых наборов. Но более людей в семье, как бы 6 продуктовых наборов. Организовать эту акцию стало возможно благодаря неравнодушным людям, благотворителям и ценатам. Одним продуктовым набор в среднем стоит 450 рублей. Для тех, кто также желает нести свою лепту в это доброе дело. Открыт сбор средств. Хамзанур Магомедов, Магомед Магомедов, Мурат Бекбарцев, телеканал ННТ, Махачкала. Если вам не хватает еды и вы не можете выйти из дома, чтобы ее приобрести, если нет средств или не позволяет здоровье, позвоните по номеру горячей линии 8 800 600 09 91. Благотворительный фонд Инсан окажет вам помощь, привезет прямо на дом. Все продукты первой необходимости. Власти Дагестана окажут поддержку пострадавшим от карантина предпринимателям. Напомним, несколько дней назад в республике были закрыты все торговые комплексы, кафе и рестораны, а с 31 марта стал действовать режим самоизоляции. Многим предпринимателям пришлось приостановить работу. И в этой связи по указу главы региона Владимира Васильева решено все налоги в сфере предпринимательства снизить в два раза. Предусматривается отсрочка по выплате арендных платежей в отношении объектов государственной и муниципальной собственности. Васильев также рекомендовал освободить от уплаты транспортного налога семьи, в которых воспитываются четверо и более детей. Это все должно стимулировать предпринимателей и дальше заниматься своей работой, а также повысить их социальную ответственность перед обществом. В первую очередь мы в два раза сокращаем налог по упрощенной системе налогообложения с 6% до 3%. Отдельным отраслям, а это информационно-коммуникационные технологии и социальное предпринимательство, мы сократили налог с 6% до 1%. Также мы в два раза сократили налог сельхозтоваропроизводителям. Это так называемый единый сельскохозяйственный налог с 6% до 3%. Также мы предложили все государственное имущество, которое мы сдаем в аренду предпринимателям. Мы отсрочку сделали на 2 месяца по уплату арендных платежей. Если же мы посмотрим, что ситуация не стабилизируется, то мы еще дальше будем продлевать эту отсрочку. Герои нашего времени, каспийские стоматологи, оказали экстренную медицинскую помощь пациентке, находящейся на карантине. Острая зубная боль явилась поводом для срочного обращения к врачу для 15-летней горожанки. Звонок пациентки был отработан моментально. Медики сработали оперативно и слаженно, не подвергнув риску заражения ни себя, ни окружающих. Руководитель стоматологической поликлиники при Каспийской центральной городской больнице Джимаудин Кудаев и старшая сестра поликлиники Фатьма Исмаилова выехали в специальных защитных костюмах и соответствующим оборудованием. На миг была сразу включена система оповещения. Врачи были укомплектованы противочумными костюмами, стерильными лотками в крафт-пакетах и специальность с портативной стоматологической установкой. Был отработан выезд на дом, оказана стоматологическая помощь, использована всех современных методов. Помощь была оказана прямо на месте, дома, в режиме самоизоляции пациентки. Зуб вылечен, рисков для ее здоровья нет. В настоящее время в Каспийской центральной городской больнице, как и в ряде других стационаров республики, введен режим повышенной готовности. Отменены все плановые и профилактические посещения. Прием пациентов осуществляется только по экстренным и неотложным показаниям. Плановая медпомощь оказывается на дому. Это все новости к этому часу. Будьте здоровы и оставайтесь дома. Редактор субтитров А.Семкин